МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Перевалили за тысячу. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Фабрика готового бизнеса в регионе стартовала антикризисная программа для предпринимателей. 20 лет ожидания и еще одна в меня получила ключи от собственной квартиры. Далее расскажем обо всем подробно. Россияне будут тяжелее переносить ковид-19 уже этой осенью, предположил главный монолог Санкт-Петербурга Орект Италян. Он пояснил, что течение коронавирусной инфекции могут ухудшить сезонные заболевания. Другой эксперт, доктор медицинских наук и эпидемиолог Михаил Фаворов считает, что осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире. В августе и до середины сентября у нас будет перерыв, подчеркнул он. Это связано с сезонными колебаниями. Специалист считает, что сезонный подъем, скорее всего, начнется в октябре. И заболевшие в этот период будут тяжелее переносить инфекцию, чем те, кто заразился летом. Увеличение числа больных не будет столь страшным, как ожидается в других местах, где вообще не было заболеваемости. Но все равно может быть. Потому что эпидемия прекращается при 70% проиммунизированных, рассказал Фаворов. Эксперт также спрогнозировал, как будет складываться ситуация с ковид-19 в некоторых регионах России. Москва, по его мнению, начнет медленный подъем довольно рано. Вирус уже будет более агрессивным по сравнению с тем, что сейчас. Начнется медленный, но достаточно уверенный подъем. Он не выйдет на цифры, которые были в апреле. По состоянию на 10 августа в России зарегистрировано более 892,5 тысяч случаев заболевания. За последние сутки выявили 5 118 новых больных. За все время эпидемии выздоровели 696,5 тысяч человек. Умерли 15 тысяч наших сограждан. С минувшие сутки в Нижегородской области зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусом. Два человека умерли. По данным на 10 августа, более 86% от общего числа пациентов с подтвержденным ковид-19 уже здоровы. За выходные из больниц выписались 394 человека. Общее число случаев заражения в нашем регионе – 25 тысяч 9 человек. 1012 случаев заражения зафиксировано в Сарове за все время эпидемии. За последние сутки выявили 16 новых больных. 774 человека уже выздоровели. Из тех, кто продолжает болеть, 28 саровчан госпитализированы в КБ-50. Один человек там в тяжелом состоянии, 16 в средней степени тяжести. Еще один саровчанин в тяжелом состоянии лечится в инфекционной больнице номер 2 города Нижнего Новгорода. 5 человек не справились с болезнью и умерли. 109 саровчан, которые контактировали с зараженными, на карантине. За сутки в лаборатории провели 34 анализа. Опрос одного из сервисов по поиску работы показал, что 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока – до 55 лет. В группах «Канал-16» в социальных сетях мы спросили горожан, какой возраст они считают оптимальным для выхода на пенсию. Большинство опрошенных проголосовали за возраст 55 лет. Чуть меньше – за 50. В 60 лет на пенсию хотят отправиться почти 9%, 65 – меньше одного. Вообще не планируют выходить на пенсию почти 3% участников опроса. Антикризисная программа для поддержки нижегородских предпринимателей в регионе стартовала фабрика готового бизнеса. Это образовательный проект, в котором могут принять участие не только бизнесмены, но и те, кто планирует открыть свое дело. В рамках проекта жителям региона бесплатно помогут разработать франшизу или раскрутить свою бизнес-модель. Подробности в следующем репортаже. Запустить свое дело с нуля, но под вывеской известной компании или сделать свой бизнес брендом. Проект «Фабрика готового бизнеса», который стартовал в Нижегородской области, рассчитан и на предпринимателей, которые только начинают свой путь в бизнесе, и на тех, кто хочет расширить границы своего дела и упаковать его во франшизу. Для обучения очень интересно, действительно хорошие преподаватели читают все эти материалы, предприниматели, даже те, кто, может быть, не планирует связываться с франшизой, а просто хотят развить какие-то навыки и компетенции, получить общую информацию, смогут получить много всего полезного. Участники прослушают лекции и выполнят несколько заданий. Затем им предстоит пройти тестирование. Продолжительность обучения – 72 часа. По итогам все получат сертификаты государственного образца о повышении квалификации. Также у предпринимателей будет возможность принять участие в конкурсе и получить финансирование на покупку франшизы. В прошлом году от Сарова принимали участие два человека. В этом планируют привлечь больше предпринимателей. Рассматриваем возможность помогать предпринимателям готовить заявки, чтобы они полностью соответствовали критериям участия в конкурсе, чтобы у них было больше возможностей выиграть, получить средства на повышальный взнос. В прошлом году в проекте приняли участие более двух тысяч человек из 11 городов. Десять предпринимателей получили сертификаты до 500 тысяч рублей на покупку бизнеса по франшизе. Обучение бесплатное. Подробности можно узнать на сайте мойбизнес52.рф или в Центре поддержки предпринимательства. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Саровчане могут принять участие в зум-конференции по вопросам использования земли на набережных реки Сатис и протяжки для реализации туристических, развлекательных и спортивных проектов. Представители администрации и участники конференции оценят перспективы бизнес-идей предпринимателей и ответят на актуальные вопросы о земельном и природоохранном законодательстве. Мероприятие состоится в 14.00.11 августа. Заявки принимаются по телефону 9-92-64. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Кэшбэк за туры по России можно будет получить с 21 по 28 августа. О том, когда будет действовать программа по стимулированию внутреннего туризма, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Компенсация составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура или проживания в гостинице. Чтобы ее получить, необходимо в период с 21 по 28 августа выбрать на специальном портале мирпутешествий.рф интересующий тур или гостиницу и оплатить поездку картой МИР. Сейчас к программе подключены более 700 туроператоров и около 3000 гостиниц, что, по словам Дмитрия Чернышенко, удовлетворит вкус любого путешественника. В Сарове возобновили работу еще две выставки. После длительного перерыва свои двери открыли музей ядерного оружия и музей квартиры Юлия Борисовича Харитона. Но есть нюанс. Посетители должны соблюдать масочные и перчаточные режимы, а также не забывать про социальную дистанцию. Ближе, чем на полтора метра, к другому человеку подходить не нужно. Действуют и другие ограничения. В одной экскурсионной группе может быть не более семи человек. Более подробную информацию о работе музеев можно уточнить по телефону 215-51 и 358-98. Волонтеры гуманитарного склада опубликовали список вещей, в которых сейчас остро нуждается сравчение, оказавшееся в непростой ситуации. В первую очередь требуется запас молочной смеси малютка, за которую обращаются мамы, не имеющие грудного молока. Также, если есть возможность, горожан просят приносить детскую одежду и обувь. Они пригодятся тем, кто собирает ребенка к первому сентября. Вещи и продукты можно передать в церковный гуманитарный склад по адресу улица Пушкина, дом 24А. Он работает во вторник и четверг с 5 до 7 вечера и в субботу с 9 утра до полудня. Справки для водительских удостоверений продолжат оформлять по действующим правилам до конца этого года. Как минимум. С таким заявлением выступил заместитель министра здравоохранения Олег Сологай. Напомним, прошлой осенью сообщество автолюбителей всколыхнуло новость о том, что власти планируют добавить к привычным осмотрам дополнительные и весьма дорогостоящие обследования на склонность человека к наркомании и алкоголизму. В Минздраве даже успели подписать соответствующий приказ. Однако это решение вызвало настолько серьезный резонанс, что вскоре даже президент раскритиковал министерство. Вступление в силу новых правил отложили на неопределенный срок. Бетономешалку украли с территории дачного участка в одном из садоводческих обществ города. Владельцы уехали, оставив инструмент на улице. Когда вернулись, на привычном месте его не нашли. Ущерб оценивается в 16 тысяч рублей. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Сразу семь краж за минувшую неделю произошло в Сарове. На улице Московской злоумышленник проник в помещение через окно и похитил электроботовую технику на сумму 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158-й кража. Из магазина похитили фотоаппарат, видеокамеру и две электробритвы. Видеозаписи есть, но лицо не установлено. В садоводческом товариществе «Авангард» воры похитили чугунную ванну. «Ванна просто стояла на территории садового участка. Пустая. Вскрытия там никакого нет». На дорогах на неделе обошлось без пострадавших. Всего зафиксировано 8 ДТП. Четыре водителя скрылись с места происшествия. «В одном случае даже номер здесь. Нашелся очевидец. Уже нашли очевидца, который из балкона видел. Он такой черный. Я думаю, что делать техники его найти». Водители, покинувшие место происшествия, рискуют остаться без прав управления транспортным средством от одного года до полутора лет. Или попасть под административный арест на срок до 15 суток. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Более 20 лет ожидания собственного благоустроенного жилья. Семье Лапшиных вручили ключи от квартиры, в которой будут жить 6 человек. В квартире площадью 90 квадратных метров разместятся и родители, и дети, которые за два десятилетия успели обзавестись собственными семьями. Подробности смотрите в следующем репортаже. Ключи Надежде Лапшиной вручили прямо во дворе дома, чтобы она своими руками открыла дверь в собственную квартиру. Поддержая счастливую обладательницу жилья, пришло все ее многочисленное семейство. За 23 года, что Надежда стояла в очереди на получение квартиры, дети выросли и подарили ей внуков. Администрации пришлось подыскивать жилплощадь уже на 6 человек. Здесь у нас находилась служба участковых, им предоставили взамен другие помещения, были вложены бюджетные средства немало на проведение ремонта. И человек, который у нас с 90-го года в старую очередь на жилье, стал счастливым обладателем 4-х комнатной 90-метровой квартиры. Перед тем, как передать квартиру владельцам, в ней сделали ремонт. Во всех комнатах поклеили обои, заменили линолеум, установили новые двери, также сантехнику и счетчики. Так что новоселы сразу могут визжать, расставлять мебель и обживаться. А пока они робко ходили по комнатам и смущенно улыбались. Это шестая квартира, несмотря на сложный наш период в этом году, который мы предоставляем в этом году бесплатно. И впереди еще у нас целые дома. Впереди у семьи Лапшиных процесс приватизации жилья. Останется ли все семейство под одной крышей, или они примут решение разменять квартиру и жить отдельно, покажет время. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Более 7 тысяч клещей исследовано в Нижегородской области с начала активности этих насекомых. Присасывания клещей регистрировались в сельской местности, в лесах, на дачных участках, а также на городских территориях. Около 200 исследованных клещей были инфицированы внутриклеточными паразитами, очень опасными для человека. О статистике укусов клещами в нашем городе расскажем далее. Почти в два раза по сравнению с прошлым годом снизилось количество обращений горожан по поводу укуса клещами. В 2019 году в Сарове в середине лета было зарегистрировано 320 случаев. В этом 146. На это повлияли несколько причин. В том числе режим строгой самоизоляции этой весной и снижение популяции этих опасных насекомых. Клещи могут переносить более десятка различных заболеваний. Среди них клещевой энцефалит, клещевой бролиоз или болезнь Лайма, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз. В Сарове регистрируются случаи только клещевого бролиоза. За всю историю наблюдений в нашем городе не зафиксировано ни одного случая клещевого энцефалита. В этом году в Сарове было зарегистрировано всего два случая заражения клещевым бролиозом. За аналогичный период 2019 года было инфицировано пять человек. Заболевание считается не очень тяжелым. Оно возникает в месте, то есть проявления специфические возникают в месте присасывания клеща. А с первым же слюной, которая впрыскивает клещ в тело человека, попадает сразу возбудитель. Чем раньше начнется антибиотикопрофилактика, если клещ поражен баррелиями, тем раньше будет благоприятный в дальнейшем результат этой антибиотикопрофилактики. Специфическая профилактика существует только против клещевого энцефалита. Это серьезное заболевание, которое поражает головной мозг. Прививки нужно делать два раза с интервалом 2-3 месяца. Через год провести ревакцинацию. Эта прививка необязательна и делается только по эпид-показаниям. Кроме вакцинации существует специфическая пассивная профилактика. Когда у клеща уже точно выявлен вирус клещевого энцефалита, тогда человеку вводится иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита. Специалисты рекомендуют привезти клеща, который вас укусил, в лабораторию, чтобы сделать анализ на возбудителя опасных заболеваний. Это позволит вовремя назначить лечение и избежать тяжелого течения болезни. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СРУ-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин